доброе утро еще в очередной раз мои зрители ну как видите интернет закончился я вынужден был прервать трансляцию вот она тэц 3 комсомольска тут вот лэп от которой стоит надо свалить отсюда все и мы еще находимся в черте города где-то метров через 500 там будет знак стоять что конец города но интернета уже нет никаких 4 и так далее холодно вот если игре 12 градусов городе тут уже 9 тут уже я в этих вот брючках даже так это чувствую прохлада но сейчас судя по воде мне придется одевать болотные сапоги вот один ручей журчит вот здесь вот справа я его перешел который на мостике я показывал вот на него дорожка идет но мне он не интересен то что туда в основном отдыхающие ездит на машинах в общем там и загаженные и как бы рыбу не особо и леса там нет это все равно висячего моста можно выйти хотя висячий мост ниже за поворотом ну как бы так если пойти ту но под этим берегом неудобно надо выходить на основное течение а я иду короче выше к радио центру я сейчас чувствую дойду о какой ветер холодный даже руки морозить ну вот уже начал и желтеть мурундуков я не вижу спят еще что ли могут быть змейки всякие смотреть надо можно быть всего чего угодно зверушки дикие вот тут вот протока встретил кстати с домиком рядом какие-то стояли загородки ну в принципе на машинах обычно переезжали дальше что-то тут под было что ли уже стало то есть дорога вот вот здесь вот где эта полоса подмылая метра на три о нет на машине тут уже основную дорогу значит смывода ух как ю сгорбатил это уже значит по второстепенной дороге то есть основная дорога была не здесь или здесь но видно и так подмыл а хорошо что она горбами стало а ну нет можно без сапог перейти это хорошо это значит вода умеренно сейчас глянем гальян тут стоит и другие рыбки мелкие обычно их тут полно что вода грязная если не отравлено то должен стоять плюнет что-то жизни нет неужели сюда к нему гадость ну это тоже ручей приток так палочка стоит там тут уже наверно только на джипах на легковушки уже проблемно проехать кидаем сапоги или прыгаем с ними и наверно прыгаем перри прыгнул но это так ручейок просто хотя он дальше интересный становится туда выше он с ямками со своими затяжками течет в лесу не такое быстрое течение канавка там под него широкая но мне надо на большую реку на главный кстати открыт сезон уже утку стреляет охотничий сезон открыт можно нарваться даже на охотника сейчас утка гусь ужас летались но пока еще тепло они еще пока сидят до кит и они пока сидят хотя если долбанет за заморозок утка на крыло встанет и пойдет на юг лужи умеренные не сильно чуть-чуть стекло подсохло свежие следы народ ходил в принципе местные тут есть любители бегают но вот машины судя по всему давно не ездили судя по этим веткам ну и это хорошо потому что нафиг механизированные конкуренты есть шанс возможно чего-нибудь зацепить народ наш этих мест давно уже сугается места ну то есть такие при том что рядом с городом полудики даже вот таким экстремалом как мне да нет просто времени до сюда добраться и настроение надо же еще иметь настроение встать в 5 утра и помчаться сломя голову ну и компания то есть сюда классно на велике на спортивном приезжать вполне такой маршрут по расстоянию по всему ну речка опять начудила ого-го могу сказать что ого-го-го-го короче вот то что я говорил речка поменяла русло о орлан как вам и метра полтора-два на размах крыльев орлан не белохвост он такой мутанат но огромный ну раз он есть значит есть и рыба это вот наверно тот самый патриарх который тут живет нет ему 90-100 то есть основное русло было вот ой 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 а вот это да сейчас я вижу вот сбоку выходит русло вон там это она получается ушла раньше основное русло было вот здесь вот где здесь сейчас этот остров появился ну пойду я прогуляюсь покажу вам то есть вот здесь вот текло вот тут было несколько проток причем они были относительно неглубокие можно было их перейти вброд тут был пляжик вот где сейчас течет вода был пологий берег можно было ставить машину сюда подъезжать он просто удобно поставил машину на виду оттуда видно и пошел туда вверх либо здесь вот шашлыки выгрузил все то есть метрах в пяти-шести от воды ну видно что опять приносила свежие бревна то есть разворачивала он тот берег подмывала то есть вдоль берега была там небольшая вот до мыса практически можно было пройти а сейчас под берегом течет и вот с леса течет огромная и она уходит ой 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 она уходит туда вот там скважины вот пошла сливаться туда куда-то речка это новую протоку промыла видимо через скважины водонасос ну ну как говорится река удивляет так я пока ой блин мне показал что я видел медведя но это вот такая коряга просто вот на том берегу вот она коряга боковым зрением показал что медведь стоит у воды просто рыбачит если вы в кадре видели медведя сейчас то значит это был медведь но мог стрекануть куда-нибудь за залом ну не удивлюсь я потому что та сторона лесная как я уже говорил и там может быть все чего угодно ну хороший сливчик кстати здесь даже рыбачить можно единственное что нет заломов у меня мне выше но воды очень много да то есть вот это вот полноводная прям вытекает вон там амуток там на мысу плиты лежат противодренажная система но их видимо уже здесь надо кидать потому что смыло вон там улова да конечно если перебраться так 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 и вот это острова там заломы неплохо покидать ну ладно то все мы на будущее оставим короче река текла вот вот залесенный вот этот вот был где и врастут остров он там он видно заломы лежат на берегу вот сейчас увеличу вот они вот так текла под берегом я говорю что с этого берега плохо рыбачу сейчас видите куча гравия намело подняла эту сторону и ушло все вот туда я сейчас одену сапоги пуста пора все топать мокрый будешь в общем удивляет все только поднимусь повыше это следствие я уж тут не был два года то есть я пропустил четыре наводнения это следствие четырех наводнений четырех ливней огромных вот видно все сухое да видно старое русло там уже никакой причем уже даже часть бревен зимой этой спилили то есть крупных бревен нет в принципе местные приезжают тут бывает шишига или что-то и вырубают либо на снегоходах бревна приплывшие на дровах бревна вот только на том берегу крызнул бревна видите какие здоровенные деревья снова что там выше а у меня цель лежит вот за тем вот лесом то есть в том лесу вот который на горизонте это километра два еще что там короче сейчас одеваю сапоги и пошел вот здесь цивилизация на интернета уже нет как я сказал да поэтому никакой прямой трансляции вы не видится а это вот тут поле такое она покосная скачкарника но в принципе неплохой покос комара вообще нет от холода куча росы я уже вам сапогах иду сейчас покажу в общем панораму если с этой точки конечно квадрик сюда достаточно мелко но берег все равно крутой то есть принципе перекат пологий но большой перепад высоты поэтому и вода в принципе большая сантиметров на 15 ну она как средняя нормальная вода ну бывает сантиметров на 15-20 меньше соответственно перекат по положу не знаю на водомете его пройти можно конечно на там он вообще мелкий ну там и течение больше пусть глубина под моим берегом под правым под тем медленнее вот так если сверху зайти может быть можно было пройти там самое течение под берегом без шеста шревато и в принципе по этому берегу особо ничего интересного до поворота там нет ну как бы восстанавливаем память да вот такой вот дальний восток он постоянно меняется один сезон не похож на другой прикаживающийся особенно сейчас прикаживающаяся постоянность до старине он водные всегда подбрасывает чуть расслабишься и ага не выполнишь водную опа провалился там от скачками тропинка хорошо набита кстати люди ходят ну то есть явно ходят на рыбалку явно ходят смотреть в лесу да ну там конечно промыло просто феноменально то есть там причем она течет напрямик течения быстрее чем здесь раза в полтора в два это благодаря вот боковой протоки да то есть река стала полноводнее глубина вроде как не сильно выросла полноводие все остальное это конечно хорошо для нереста киты но в целом конечно как в былые годы тропинку вот тоже подмывает из тропинка была метрах в трех от берега она вот так не шла то есть от нее было ну два спиннинга спиннинг 2 и 7 сейчас она идет практически уже по краю то есть надо еще и смотреть чтобы не улететь вниз вот здесь уже она почти на краю даже обратный гонуклу ок сейчас мокрый буду вот какие джунгли да удивилась и ленка ну я не ожидал я думал что вода большая ну рельефа местности вот такое изменение а вот кстати еще пришел человек он там вот он не ожидал но это место может услышали собаки разбудили побежал проверять сетку хотя сетку тут не поставишь яме только его пороса ты тут уже все тропу смыло надо уходить в сторону от обрыва вот тебе бабушка юрий неудобно как идти смотреть придется просто телефон бросать если поедут глубина маленькая ну мочиться не хочется даешь и потом хер заберешься а вот появился наконец вот она вот повороты там коса слева все ухо ухожу я сюда тут еще кучу навалили на дороге но без этого никак именно на дороге надо навалить свежая так все хорошо главное с мишкой не сталкнуться хотя тут ягоды нет делать ему абсолютно нехер только из чистого любопытства так и курс не лоно тут тополь надо держать или липу или тополь пробитая что-то есть тропа тропа пробитая не вижу обходную паутина трупы только старый дорога недалеко идет она практически идет вот здесь речка приток вот в этих кустиках там один ряд домов и дорога параллельный но ее не видно только слышно поэтому комаров тут валом и мошки поможки здесь более-менее умеренно было вот комаров поэтому хорошо тут весной хорошо тут в июне и осенью в сентябре а сейчас вот не знаю ну мороз их прогнал может это плюс поэтому сейчас не кусает даже он паучки попрятались так ну что этот вот не умирающий абсолютно что же это за растение можно было конечно не спуститься я не тороплюсь никуда у меня полдня впереди должна малина даже будет малина уже полный шиповник я видал так ну здесь где-то тропа должна подходить к этому дереву прям впритык то она горела и умирала но тем не менее видите жизнь дела свое она взялось опять расти тут пожар был поджигали траву тут деревья мелкие давно уже видно он вышибли но тополь какой живучий хотя не тополь это все-таки похож на тополь но не тополь неужели и из меня такой ботаник прямо скажем никакой но это вот признак того что вода горной речки вот эти и гигантские в приморье еще больше растут размеров здесь где-то можно уже спуститься на боковую пойму на террасу тут раньше такая даже была как ступенька ну вот я на нее вышел вот что значит опыт не пропьешь да все и вот вид сверху там тоже текут такие затяжки кто-то даже палку положил но видно что пойму особо не топила вот это в этом году вот кустарники остались а здесь ямка хорошая кстати тоже вот можно кидать ради любопытства кого дальше пойдет не тратим время на 2 степенную с одной стороны надо идти тихо чтобы рыбу не пугать а с другой стороны он просто надпись рассмотрим его я не не мог и чуть-чуть и двору я гигантских в том числе метров к крутить и я где-то ручка и ягантский ботаник я перес breathe漂亮 и она будет в одном месте походе не быть видно и она там кому-то очень то что ты это значит всё походе это там и там вот никакой и там и она ей могут надеяться все правильно это на том числе Неужели травили опять? Мне хочется верить, что это не так. Так, нацеплялась колючек. Вот эта даже мелкая проточка, она была в чем-то уникальна, потому что течет хорошо через нее. Тут была ямка на входе глубокая. Течет хорошо через нее. Глубокая она столько, что в сапогах не пройдет. У меня еще есть экшн-камера. Я ее так зарядил. Так, и тут смыла пойму. Ого, вот тут она тоже ближе к правому берегу ушла. Промыла пойму. О, виноград с этим. Виноград оказался в воде. Вот трава, кусты смыла. Короче, появились новые, это все новые заломы. Ну, это классно. Можно будет посотреть, покидать. А тут плес перед ними. Глубокие нет, не знаю. В принципе, без разницы, потому что если в залом кидать, наверняка можно что-нибудь подцепить. Честно говоря, охота вот прямо здесь собрать спиннинг и кинуть просто. Чего терять время. Мы, в конце концов, рыбачить пришли. Утка полетела. Вот она прямо отсюда, из-под этого выскочила. Ну, значит, а имени нет, раз утки летают. Уникально, короче. В общем, тут была нормальная пойма. Была достаточно узкая река с глубоким течением. Сейчас она широкая, мелкая, с перекатами. Все, кладу спиннинг. Надо, как говорится, перевести дух, поздороваться с речкой. Может даже подкрепиться. Вот за мной, ну, по-моему, по-другому берегу преследует меня. Вот рыбачок. Да нет, по-моему, он идет берегу. Бедняжка. Чего ж он такой? Рыбы на всех хватит, если ты умеешь рыбачить. То есть, вот она текла практически оттуда. Мне надо сейчас перейти вон туда. А потом вообще дальше уйти. То есть, это все особо еще не рыбные места. Так, разминочные.